Доброе утро, уважаемые радиослушатели, формула права в эфире, с вами я, Анастасия Брачева, ее ведущая. Сразу скажу сегодня тему, которую мы обсуждаем, обсуждаем тему, которая уже звучала буквально несколько минут назад в программе «Своими словами» с Вадимом Муравьевым. Эта тема касается исполнения судебных решений, и мы будем обсуждать сегодня те сложности, которые связаны с судебными решениями. У нас в гостях в студии Александр Царапкинс, основатель компании «Авторитет». Александр, день добрый. Добрый день. Мы сегодня будем, я уже сказала, какую тему обсуждать, и телефон прямого эфира для наших слушателей, если у вас есть вопросы, предложения, комментарии по этой теме, звоните 65 10 99 и 6, и код Москвы 495. Также можно писать комментарии на сайт финам.фм. Итак, исполнение решений судов. Ну вот, Александр, первый вопрос у меня к вам, вопрос, связанный с тем, а решение суда – это вот успешное завершение процесса или это начало? Скорее, это, наверное, больше начало, чем завершение, потому что, получив решение суда, помало того, что мы потеряем время, в течение, наверное, шести месяцев мы будем его получать. Плюс к этому это нам еще с вами не гарантирует, что мы получим деньги по этому решению. Дальше у нас идет с вами путь к судебным приставам, ну, а там как повезет нам. А что значит, как повезет? Вот по идее, да, судебная система для чего нужна? Для того, чтобы человек был уверен, что его права защищаются, что если кто-то нарушает его права, он имеет возможность, в том числе судебную возможность, свои права защитить. Это начинается с того, что человек идет в суд, если он прав, суд выносит решение в его пользу, решение вступает в законную силу, выдается исполнительный лист, что значит, как повезет? Как повезет, защитят ваши права, извиняюсь, защитят ваши права или не защитят? Вот какова ваша позиция на эту тему, Александр? — Наверное, именно так и обстоят дела, потому что судебная система хоть как-то у нас еще работает, но, к сожалению, исполнительная система, она заржавела, наверное, в своем таком первоначальной стадии, и сейчас, на данный момент, на мой взгляд, она не является ключом к решению проблем долговых, то есть по исполнению решения. — Ну вот я просто сразу для всех наших слушателей хочу сказать, что судебные решения, естественно, бывают разные. В каких-то судебных решениях взыскиваются денежные средства или обязываются в натуре какие-то производить действия, совершить, в натуре это юридическое слово, напомню нашим слушателям, вот никакой не сленг, признаются право собственности или иные права на какое-либо имущество. Ряд этих решений можно исполнить без службы судебных приставов исполнителя. Например, признание права собственности на, допустим, недвижимое имущество, которое сразу можно отнести в Росреестр, и оно осуществляет соответствующую регистрацию права. Но есть решения суда, которые без службы судебных приставов исполнителя или, в принципе, без каких-либо действий, направленных на исполнение этого решения, ну, невозможно никак, иначе исполнить. Ну, если человек не платит, опять же, вы говорили о долгах, ну, не платит деньги, не отдает деньги, да? Вот представим себе, что у нас есть абстрактное решение о взыскании некой денежной суммы. Я, кстати, хочу сказать тоже для всех наших слушателей, что вопрос этот касается не только физических лиц и нас, граждан, да, и наших расписок, и долгов, и прочее. Это касается очень много вопросов, связанных с коммерцией и с юридическими лицами, потому что между собой, ну, точно так же можно отсудиться в арбитраже, а потом долго и упорно решение исполнять и, собственно говоря, понести расходы на сам судебный процесс, дополнительные расходы к тому, что уже страна потерпела какие-то убытки или тоже расходы, и, в общем, в итоге не получить ничего. Судебное решение им не заплатишь за хлеб, молоко или за какие-то коммерческие необходимости. К сожалению, именно так обстоят дела. То есть на данный момент мы с вами говорим, есть масса людей, да, основная масса, которые платить, ну, скажем так, мягко не хочет. Потому что есть люди, да, действительно, у которых есть активы, есть организации, есть физические лица, которые есть активы, которые можно наложить взыскание там через службу судебных приставов, есть там недвижимость и прочее, прочее. Мы с вами сейчас говорим именно о большинстве, большинство как раз это люди, которые, организации и физические лица, которые пытаются уйти от этого. Смотрите, Александр, допустим, предположим, абстрактно, я кому-то что-то должна, и я не хочу платить. По идее, это позиция, которая не должна поддерживаться законом. Да, ну, мы сейчас обсуждаем такой вопрос, что я не хочу исполнять свои обязательства, предполагая наличие этих обязательств. Тем не менее, и я могу сразу сказать нашим слушателям, что и я по работе с этим очень часто сталкиваюсь, когда люди приходят и говорят, а я вот не хочу платить, а как этого избежать, как избежать необходимости исполнить свои обязательства и так далее. Вот закон об исполнительном производстве, у нас существует такой закон, на основании него проводятся официальные исполнительные процедуры. На чей, по вашему мнению, у меня есть свое мнение, я позже его озвучу слушателям, но тем не менее, на чей он стороне? Вот кому проще по этому закону работать, если мы говорим все-таки об исполнительном производстве, исполнительной процедуре, судебных приставах, исполнителях? Кому проще, взыскателю или должнику? Однозначно должнику, и самое главное, что не только закон об исполнительном производстве на их стороне, бездействие уголовного кодекса также на их стороне. А в чем это проявляется, по вашему мнению? На мой взгляд, во-первых, очень много вазеек в законодательстве, которые на данный момент люди пользуются. Весь инструмент исполнительной системы, он уже, скажем так, остался в прошлом, он не работает. Те же самые перекрытия границ, инкассы на счет, аресты далее и прочее. Если говорить о юридических компаниях, о юридических лицах, то намного проще бросить долговую компанию путем реорганизации, слить ее или продать даже номинальным учредителям или директорам и открыть себе другую компанию, даже с одноименным названием и продолжить от нее работать. То есть брендовое название оставить тоже, была ромашка, а стала ромашка плюс. И по практике я могу вам сказать, что 80% недобросовестных юрлиц так и поступают. Есть куча организаций, которые совершенно открыто рекламируют у нас в интернете, которые предлагают путем банкротства, путем вывода компаний в дальние регионы уйти именно от долгового вопроса. Кстати, на секунду, раз мы взяли вот эту тему и озвучили сейчас по поводу банкротства, все-таки существует такой понятие, как субсидиарная ответственность, например. То есть сейчас законодатель ввел в наше правовое поле ответственность тех лиц, которые привели компанию так или иначе к банкротству. Это руководители, это, допустим, учредители и так далее. То есть вот как это обходится по вашей практике? По моей практике обходится это очень легко. То, что у нас в новшество вводится, да, они несомненно существуют, нам вводят вот субсидиарную ответственность, но практики по ней практически нет. Но почему? По банкам очень много практики. Я вам скажу, почему даже. Потому что субсидиарная ответственность, там само заявление о привлечении к субсидиарной ответственности генерального директора либо выгодоприобретателя, это могут быть там учредители, да, подает непосредственно управляющий, конкурсный управляющий, да, который назначает в принципе большинством голосов. А по нашей практике все-таки компания, которая идет на банкротство сознательно, да, и мы сейчас не говорим о банкротстве, которое инициировало именно государство, да, там налоговое и прочее. Мы говорим о банкротстве, которое инициировала либо сама компания-должник, как это в основном бывает, либо аффилированная компания. То есть, грубо говоря, если компания самостоятельно инициирует свое банкротство, она предлагает и арбитражному суду, естественно, кандидатуру конкурсного управляющего, допустим, да, и, собственно, пусть через эту кандидатуру нередко имеет, держит руку на пульсе, и имеет, опять же, возможность так или иначе как-то управлять процессом. Немножко я добавлю, что если компания сама осознанно подходит к банкротству, она обычно к нему готовится. Готовится она очень просто. Директора, учредители обычно меняются. А вот скажите... А что касается... Сейчас, Анастасия, секундочку. А что касается, когда компания банкротит именно аффилированная организация, то в основном активы уже выводятся. То есть компания, которая выступает именно инициатором банкротства, является аффилированной компанией-должника, она в основном является основным кредитором, то есть раздутый долг у нее. И, значит, она сама может выбирать себе и управляющего, и что он будет делать. Ну вот смотрите, ситуация получается на следующие. Органы внутренних дел, полиция, они вмешиваются в такого рода дела, как правило, с единственной мотивировкой. У вас гражданско-правовые отношения. То есть идите в суд, судитесь, если фирма, в арбитражный суд, коммерческие споры, в районный или там мировой суд, если с участием физических лиц, ну идите судитесь. С другой стороны, у нас есть обратная сторона медали, у нас есть там статья 90 Уголовного процессуального кодекса, которая говорит буквально следующее, что, в частности, решение суда, вступившее в законную силу, в том числе по гражданскому делу, является доказательством по уголовному делу. Вот нам сказали, у вас гражданско-правовые отношения, идите в суд. Мы пошли в суд, возвращаясь к вопросу нашей программы, получили решение суда, вступившее в законную силу. Можем ли мы, помимо процедур исполнительных, которые мы обсуждаем сегодня, вот на секунду все-таки хочу отвлечься, потому что уголовное дело могло бы стать тоже рычагом давления на должника. Не всякий хочет ходить под судом, да, вот если выражаться такими словами. Но, тем не менее, можно ли использовать это решение в силу закона можно? А вот на практике взять это решение, прийти обратно в орган внутренних дел, в полицию, сказать, ребята, вот вы меня отправили в суд, сказали, что у меня гражданско-правовые отношения, я в суд пошел, я выиграл это дело, вот суд установил, что да, то-то-то-то неправильно сделано, и, соответственно, какие-то определенные моменты прошу возбудить по этим моментам у вас уголовное дело, потому что суд их установил. Александр, сейчас дальше в нашей программе будут новости. До новостей хочу нашим слушателям напомнить, что в эфире «Формула права», что мы обсуждаем сегодня тему исполнения судебных решений, напомнить номер телефона, по которому вы можете позвонить, поделиться своими комментариями, вопросами. Код Москвы 495, телефон 651099,6. Мы находимся в прямом эфире и вернемся буквально через минуту. Итак, в эфире «Формула права», с вами я, Анастасия Ибрайчева. Напомню, что мы обсуждаем сегодня вопрос исполнения судебных решений. В студии у нас находится Александр Царапкин, сооснователь компании «Авторитет», одной из серьезных специализаций которых является именно исполнение судебных решений, изыскание долгов и работа, связанная с этим. Мы обсуждали вопрос о том, почему, если у нас плохо, ну, откровенно говоря, да, по нашему мнению, по крайней мере, работает служба судебных приставов, нельзя использовать другой момент, связанный с воздействием над должника, другой момент, связанный с тем, чтобы обратиться в органы внутренних дел, когда люди совершают некие действия, направленные на присвоение денег, которые они, по идее, кому-то должны. Ведь для того, чтобы совершить это действие, ну, очевидно, что человек к нему готовится, наверное, да, реализует определенную схему, говорим о юридических лицах, которые либо банкротятся, либо, так или иначе, вводятся в другие города, регионы, и, собственно, открывается потом другая организация с аналогичным названием и действует, как будто бы ни в чем не бывало. Да, вот почему нельзя, по вашему мнению? Ну, во-первых, как бы, скорее сотрудники полиции являются, и прокуратура в том числе, являются скорее такими невольными участниками всего долгового процесса, по причине того, что у нас сейчас стало, наверное, где-то, ну, назову это модным, наверное, с точки зрения должников обращаться к этой структуре, на людей, которые пытаются получить свои деньги. Мотивировка совершенно разная, начиная от угроз, заканчивая вымогательством и прочее. То есть, лучшая защита — это нападение. Абсолютно верно. Если идет речь о некоррумпированной части наших силовых структур, то в основном это, естественно, отказные материалы, через 10 дней, как полагается, там, бедные участковые проводят, пытаются проводить проверку по этому поводу. Если говорить о прокуратуре, естественно, она просто отписывает письма на нижестоящие организации. Александр, у нас есть звонок от слушателя. Насколько я знаю, у него вопрос по банкротству. Чтобы не уходить и закончить уже эту тему, да, связанную, давайте выслушаем звонок. Евгений, день добрый. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я работаю как индивидуальный предприниматель, да, некая ООО мне задолжала круглую сумму, там, равен 3 миллионов рублей. И недавно я узнаю, что это ООО, оно подавало на банкротство себя любимого, да. Вот. При том, что у них была выездная проверка налоговой службы, да, около 40 миллионов рублей импакта вменили, вот. И они как-то подали на банкротство, вот так, я подозреваю, какая-то компания, как вот, афилированная, да. А такой вопрос, насколько это вообще законно, да, что они подали на банкротство, имея перед государством такой долг по налогам. Почему вообще их не сажают, там, нету уголовного дела, да. Я понял вопрос. Вы знаете, на самом деле, как бы, я думаю, что помимо вас у данных господ существует еще ряд обязательств, не только перед налоговой, но и перед другими компаниями. — Коммерческие долги. — Да, коммерческие долги, да. И с точки зрения банкротства, ну, скорее всего, в основном причиной самостоятельного такого банкротства является, что либо компания банкротить нечего, компания пустая, да, либо, если банкротство, это инициируется афилированной структурой. В данном случае сажать-то, я думаю, что их не за что здесь. Законом-то у нас не предусматривают, что нельзя банкротить компанию, имея долги перед коммерческими организациями. Что касается налоговых долгов, долгов перед государством, ну, они будут просто в первую очередь стоять и заберут у компаний. — А неуплата налогов? Ну, как же уголовное дело, теоретически, может быть. — Неуплата налогов, ну, мы с вами не знаем точно этой ситуации, насколько там, в какой форме неуплата налогов была, то есть, насколько она была грубая и какая там сумма, о какой сумме идет речь. Но если, тем не менее, эта компания, ну, скажем так, имеет долги перед государством, они просто их будут взыскивать в первую очередь при банкротстве компании. А все, что останется... — То есть, как раз коммерческим должникам от этого не легче, да? Если вот нашему слушателю Евгению должны 3 миллиона, а 40 миллионов только налоговая инспекция. Значит, если даже когда-то что-то в процессе банкротства вдруг и будет найдено, на что по-хорошему надеждам может быть и не очень много, да? Ну, сложно ответить, не зная ситуации. Но тем не менее, эти деньги в первую очередь пойдут государству, а не коммерческим должникам. Ну, единственное, что могу, Евгения, со своей стороны вам сказать, во-первых, конечно, банкротство, как отдельная тема, да, может быть, мы когда-нибудь отдельно об этом поговорим в нашей программе, достаточно емкая и большая. Сам по себе закон о несостоятельности банкротства имеет массу и сложностей, и тонкостей, и просто закон огромный, реально огромный, он как кодекс. Поэтому мы сейчас глубоко с вами эту тему не можем обсудить. Скажу более-менее кратко. С одной стороны, компания добровольно может сама себя обанкротить. Это предусмотрено законом. Но здесь нужно четко смотреть, а не имеется ли признаков двух моментов. Первое, фиктивное банкротство. Мне кажется, говорю, кажется, потому что ситуация глубоко ваша, не знаю, что это не ваш случай. А второе, это преднамеренное банкротство. И нет ли здесь признаков уголовного преступления, это как раз возвращаясь к тому, о чем мы сейчас с Александром до беседы с вами, Евгений, говорили, именно потому что помимо неуплаты налогов, неуплаты налогов, по сути, это долг только перед государством. Должны быть, на мой взгляд, отрегулированы, ничуть не менее строго, долги только перед юридическими, физическими лицами, не только государственные долги. И как, ну, долговая яма, это условно, в кавычках мы ставим, но тем не менее человек, который не оплачивает, не выплачивает долги, не получается это сделать ни в рамках исполнительного производства, то же самое организация, просто в организации не само юридическое лицо, а, допустим, директор или учредитель, субсидиарная ответственность мы сегодня частично затрагивали. Должны, конечно, за это нести в том числе и уголовную ответственность, но, Евгений, конечно, более подробно здесь уже нужно конкретно вашу ситуацию рассматривать, именно связанную с банкротством. Здесь все непросто. Нужно, на мой взгляд, все равно обратиться в суд и получить, раз уже есть арбитражный суд, значит, что арбитражный суд включится в качестве кредитора, в реестр, но здесь уже нужно четко смотреть, на какой стадии... Насколько это поможет, дело неизвестно. Насколько поможет, но, тем не менее, обратиться надо, да? Обратиться надо необходимо, да, но, опять же, можно добавить еще следующее, что все-таки есть понятие банкротства, что в России, на Западе, скажем так, банкротство – это крах организации, смерть бизнеса и прочее. В России все-таки банкротство – это новая жизнь, это отбивка старых долгов, старых проблем, и реорганизация в новую жизнь. Поэтому Евгению можно добавить только одно. Нужно, во-первых, ну, я бы со своей стороны посоветовал попытаться выйти на других остальных кредиторов этой компании, желательно, как бы, ну, примерно по суммам похожим, да, потому что маленькие долги в основном в банкротстве участвовать не будут, потому что они прекрасно понимают, что они будут стоять в самом конце очереди, до них обычно деньги не доходят. Поэтому, в принципе, они даже на это, я думаю, что вряд ли будут тратить свое время и деньги. Надо найти просто людей, которые непосредственно, так же, как и вы, в такой же ситуации с этой компанией, с ними объединиться и уже пытаться какими-то, наверное, другими способами влиять на ситуацию. То есть все мы прекрасно понимаем, что банкротятся они не просто так, и, скорее всего… — Они же куда-то делись, правильно? — Абсолютно верно. Само по себе юридическое лицо, которое банкротится, это такое виртуальное создание, оно не может само тратить деньги, зарабатывать, есть, пить и так далее. Есть конкретные люди, которые это делают, и не факт, что те люди, которые находятся номинально у нас с вами в бумагах, да, руководители или выгодоприобретатели этой компании, что они именно, эти люди являются теми персонажами, которые получили ваши деньги. Поэтому здесь нужно просто-напросто более глубоко изучить эту ситуацию, и самое главное, что помнить, что банкротство — такое дело, что если вы чуть-чуть время затянете, потом этого уже будет не отыграть. Это самое главное. То есть время нужно как можно быстрее начинать двигаться. Двигаться, начинать, пусть будет даже судебный, там, в арбитраж обращаться, но это должно быть параллельно. Параллельно вы должны своими ногами пробегать, искать людей непосредственно своих союзников для того, чтобы попытаться эту ситуацию выкрутить. Вот вы знаете, Александр, вопрос Евгения, который он сейчас задал нам по телефону, соответственно, мне такую мысль дал, которую я хотела бы озвучить для наших слушателей в эфире. Дело в том, что вопросы по исполнению судебных решений зачастую и мне, вот как в том числе адвокату, приходится решать задолго до того, не просто как возник долг какой-то, а задолго до того, как мы договор составили и подписали. То есть в этом договоре уже предусматривать какие-то моменты, которые, возможно, дай бог никогда и не встанут перед нашими доверителями, клиентами и сторонами коммерческого процесса, но возможно, если они встанут для того, чтобы было проще всего решить. И почему мы это делаем? Не потому, что мы боимся не отсудить что-то, да, здесь, в общем, закон более-менее понятен, судебные процедуры более-менее понятны. Мы боимся другого очень часто. Мы боимся, что мы получим решение суда, как я говорила, этим решением суда, но мы в магазине не заплатим, с кредитором не расплатимся этим решением и даже исполнительным листом. Это не деньги. И для того, чтобы превратить это в деньги или во что-то материальное, что нам должны, нужно, во-первых, пройти жуткую процедуру, то, что вы сейчас говорите, нужно самому бегать, да? Абсолютно нет. То есть у нас взыскатель, мало того, что его права нарушены, так он еще вынужден ничем другим не заниматься, потому что если он займется чем-то другим сам, либо он должен пойти в какую-то организацию, которая ему с этим поможет, да, либо, если он делает это самостоятельно, он должен ничем больше не заниматься, заниматься только этим долгом, да, общаться с приставом, использовать любые способы обращения в полицию, ну и так далее. На самом деле мы живем по этому принципу, помоги себе сам, то есть это твои деньги, за них нужно самому сражаться. Если думать о том, что есть организации, которые там, в том числе и коммерческие организации, которые тебе вот ты пришел, отдал и можно сидеть в креслокачалке и ждать результата, такого не бывает, это все сказка. Это сказка, где ты отдал, ждешь, тебе принесли деньги, ты, скажем так, заплатил какой-то кусочек за работу и все, такого не бывает. В любом случае нужно участвовать в процессе, просто этап банкротства, это уже такой этап, ну, скажем так, у нас в стране, это уже такой тревожный звонок. То есть, значит, что если компания банкротит, значит, либо у нее нет активов, да, там, активов. Либо она их все вывела, поэтому у нее лично их нет, да? Я имею в виду, либо их не было, да, либо их почему-то сейчас не станет, потому что, ну, нормальная компания, которая есть активы, есть что банкротить. Она, ей проще реанимироваться, чем банкротиться. Намного проще. А зачем в нашей стране, вот у меня такой вопрос, причем искренний вопрос, да, а зачем реанимироваться, если, как вы сказали, можно, была компания там с одним названием, потом стала компания названия плюс и, собственно говоря, всех, кому должен, прощаю и работай дальше. Нет, все равно, все равно существуют бизнесмены, которые именно работают и зарабатывают деньги. Все равно они существуют. Скажем так, есть два типа должников. Некоторые попали в эту ситуацию по каким-либо причинам, да? Некоторые сами ее создали, да? Некоторые просто живут в этой ситуации. У нас огромное количество примеров, когда люди живут этой ситуацией и совершенно вот смотришь на них, ну, как говорят, знаете, долги – путь к бессмертию. То есть, смотришь на людей, это люди совершенно бесстрашные, которые вот именно живут тем, что всем должны. И самое главное, новые, новые люди, у них появляются новые-новые кредиторы, все у них замечательно. Поэтому здесь реанимирует свою компанию будут люди, которые именно держатся за марку, за бренд, и люди, которые, в принципе, попали в эту ситуацию по каким-то жизненным причинам. То есть те, кто дорожит еще, помимо прочего, не только своим бизнесом и деньгами, да, непосредственно, но репутацию. Деловая репутация, абсолютно верно. То есть, грубо говоря, вот сейчас мы приходим к тому, хотя мне самой, как адвокат, не нравится то, к чему мы приходим, но мы приходим к тому, что если вы не хотите взыскивать потом долго, упорно, а иногда и безрезультатно какие-то денежные средства, нужно работать с теми, если мы говорим про бизнес, у кого есть репутация, да, но это звучит тоже не совсем правильно, потому что у кого еще нет репутации, это вовсе не означает, что они как-то иначе собираются вести свой бизнес, да, тоже все с чего-то начинали. Скорее нет, скорее просто нужно более внимательно относиться к своим контрагентам при заключении новых договоров. То есть, если вы собираетесь с контрагентом работать на условиях предоплаты или постоплаты или отсрочки платежа и так далее, нужно просто более внимательно относиться к нему, а именно я всегда всем советую заказать информационную справку специализированных агентств. То есть, посмотреть добросовестный, добросовестный ли он или нет. Потому что, если, например, скажу про свою компанию, да, у нас есть... Александр, буквально одну секунду, потому что сейчас у нас в программе будут пара минут новости. Я напомню нашим слушателям, что мы обсуждаем сегодня тему исполнения судебных решений. Обязательно продолжим эту тему после новостей. Итак, напомню, что у нас в эфире программа «Формула права». С вами я и ее ведущая Анастасия Брайчева. Обсуждаем мы сегодня тему исполнения судебных решений. Я бы сказала, более широко, на самом деле, взыскание долгов. В эфире и в студии у нас Александр Царапкинс, основатель компании «Авторитет», одной из специализаций, как раз которых является именно то, что мы сегодня обсуждаем. И все-таки, Александр, вот смотрите, до новостей мы обсуждали с вами вопрос о том, что еще до того, как вы заключаете договор и, в принципе, выбираете себе контрагента, нужно более внимательно относиться к тому, что это будет за контрагент. И вроде бы абсурд. Мы сегодня обсуждаем тему взыскания долгов. То есть, видимо, договор уже состоялся, уже какие-то правоотношения сложились, уже возник какой-то долг, и мы теоретически предположили, что уже есть решение суда или необходимый документ, не всегда это решение суда, но тем не менее, да, для того, чтобы начать уже взыскание этого долга непосредственно. А мы при этом возвращаемся на исток и говорим о том, что мы делаем до заключения договора. Вот не абсурдно ли это в принципе? На самом деле, как бы, мы говорим с вами о немножко другом. Мы говорим с вами о том, что намного проще ситуацию предотвратить, чем потом ее лечить. Ну, как у врача, да, проще сделать прививку и профилактику болезни, чем потом бороться с ее последствиями. Опять у нас получается, помоги себе сам. Естественно, помоги себе сам, но есть маленькое но, что когда человек попадает уже в эту ситуацию, да, у нас в стране образование платное. Человек, который попал в эту ситуацию по, в основном, по своей вине, потому что он не обратил внимания на своего контрагента, потому что он к нему не присмотрелся, где-то просмотрел этот беглый договор и так далее, просто побежал, ну, скажем так, у нас основная проблема именно России, да, вот не только Москвы, вот именно региона в основном, это погоня за длинным баксом, я их так называю. То есть люди, которые бегут за деньгами, совершенно не оглядываясь на последствия. То есть кажется, что вот он, шоколадный договор совершенно, который принесет мне огромные деньги, я вот уже считаю эти деньги в уме, и совершенно не обращаю внимания на то, что я могу в этом договоре очень хорошо, ну, сказать по-русски, влететь. Поэтому вот мой сайт все-таки на этапе заключения договора с новой организацией, потому что вообще на самом деле и организации, с которыми работаешь уже на протяжении определенного времени, их все равно нужно, я называю это, измерять температуру, да, понимать, какая ситуация у этой организации сегодня. Да, можно 5 лет работать, на 6 лет она, как мы сейчас говорили, обанкротится, так или иначе. Да, потому что у нас есть куча примеров, где именно организации работают на протяжении, конечно, там не 5 лет, но на протяжении года, полутора лет, а потом вдруг организация решает другую организацию, ну, назовем по-русски Афракин. Да, то есть она забирает товар на постоплатовую систему, потому что вроде как человек уже знает полтора года, все замечательно, и получается долг. Вот, поэтому намного проще, на мой взгляд, все-таки относиться к контрагентам внимательно, есть тем более совершенно огромное количество агентств, которые специализируются именно на информационно-аналитической работе, которые изучают контрагентов именно по платежеспособности. Ну вот смотрите, что получается. Александр, я просто сейчас задумалась над такой вещью, как-то мы обсуждаем, обсуждаем, обсуждаем эту тему, и что получается, для того, чтобы я, допустим, я организация или индивидуальный предприниматель, хочу в целях выпуска своих каких-то услуг или товаров заключить с кем-то договор, то есть, допустим, мне нужно купить какой-то материал, переделать его, что-то продать. Абстрактную ситуацию придумала. Итак, для того, чтобы мне это что-то купить, далеко не все работают по системе, когда тебе сначала поставляют товар, а потом ты платишь. Очень часто достаточно жесткие условия, что нужно все-таки некую предоплату сделать. Первое, что я должна сделать, заказать некой организации, к примеру, аналитическую справку. Я потрачу на это деньги. Второе, я должна пойти, вероятно, к юристу, чтобы он посмотрел договор, потому что не все может человек без юридического образования отследить. На это я потрачу деньги. И так далее. То есть, в любом случае, даже если у нас, теоретически, эта компания, с которой я хочу заключить договор, окажется потом добросовестной, у меня не будет никаких сбоев, мои услуги или мой товар, который я хочу выпустить в итоге, просто с каждым шагом дорожает, 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 дорожает. То же самое, есть, кстати, отдельная тоже тема, если мне все-таки пришлось обратиться в суд, неважно, фирма я или индивидуальный предприниматель, я иду, как правило, к юристу или к адвокату для того, чтобы мне помогли с судебным процессом. Есть более простые, есть вообще очень сложные дела, где самому не справиться. Оплачиваются определенные денежные средства, и дальше у нас суд обязан, помимо, это мы еще до исполнения не дошли, помимо того, что он разрешает этот спор и, предположим, удовлетворяет требования так или иначе, ну, предположим, я еще раз повторюсь, что я говорю об астрактных ситуациях, плюс суд должен взыскать судебные издержки. К числу судебных издержек относятся расходы на услуги представителей, то есть юриста, который вы пригласили. В разумных пределах, вот тут начинается большая загвоздка, потому что в районных... Разумных предел очень маленьких, да. Ну, то есть 100 тысяч, допустим, заведений дела, 150, это теоретически возможно взыскать. Если мы в районном суде оказываемся, это любое физическое лицо, там по огромному количеству, большая часть спора идет в районный суд, от 1000 рублей. То есть можно судиться полгода, и тебе компенсируют расходы на адвоката в размере 1000 рублей, или там на юрист, на представитель, но за 1000 рублей можно пригласить человека, для того, чтобы он вел дело в суде. Пригласить-то можно, пойдет ли он. Пойдет ли он, да. Ну, и так далее, да. То есть в любом случае мы получаем, плюс ко всему еще дополнительные расходы, которые даже без вопросов исполнительного производства нам, опять же, не компенсируют в данной ситуации суд. И вот таким вот образом обрастает стоимость наших услуг. Мы откуда будем эти деньги брать? Либо мы сами когда-то обанкротимся, потому что просто нам неоткуда будет брать, либо возрастает стоимость услуг. А тут два варианта. Либо более дорогую вещь или что-то еще там, услуги не продать, либо они у всех так обрастают. На самом деле вся компания, точнее, большинство компаний, да, имеют свою собственную службу безопасности. Но вы говорите сейчас о крупных компаниях, а ведь огромное количество маленьких компаний. Средний бизнес имеет свою службу. Пусть это там два человека, три человека, но тем не менее, своя служба у них существует. Единственное, что вот эта служба, она выполняет определенную функцию. Вот если она будет выполнять функцию тех же самых информационщиков, она готова самостоятельно, самостоятельно сократить, опять же, расходы. Либо компания, место этой службы собственной безопасности, она обращается в специализированную компанию, которая все это делает. Ну вот смотрите, Александр, вы все правильно говорите, в отношении крупных организаций, или пусть даже назовем их средними. Средними. Но вот даже сегодня у нас в эфире был звонок от Евгения, который сказал, я индивидуальный предприниматель, и мне там некая фирма должна 3 миллиона рублей. Ну, здесь по-разному, да, рубль это много или мало, два это много или мало. Мы не будем обсуждать, много или мало 3 миллиона рублей, но тем не менее, это в любом случае деньги. И вероятно, что у этого индивидуального предпринимателя ну нету своего или своей службы безопасности. Мы не можем говорить о том, что для того, чтобы работать, нам нужно проверять так, проверять и так, сделать вот это, быть одновременно юристами, информационщиками, либо удержать огромный штат. Это и есть бизнес. А как по-другому? Если ты собираешься вести бизнес в России, ты должен все это предусмотреть. Тем более, на самом деле, если говорить об этой справке, чтобы как бы убрать ее абстрактность, такая справка стоит там, ну, от 5 до 15 тысяч рублей. То есть, минимальная справка, которая дает возможность понять о платежеспособности компании, она стоит 5 тысяч рублей. Что такое 5 тысяч рублей для компании, которая собирается заключить договор на те же самые 3 миллиона? Я не думаю, что это намного позволит удорожать его продукту. Я, например, не думаю так. А вот если Евгений попадет в эту ситуацию, вот продукт тогда его точно будет удорожать, потому что он попадет в ситуацию, которая выстегнет его из бизнес-сферы этой, и он будет испытывать материальные трудности. И, возможно, подведет еще контрагентов, которые также обратятся к нему за своими долгами. Ну, подцепной реакцией, да? Как это у нас случилось в 2008 году, когда нам объявили, на замечательный глобальный экономический кризис, да, и когда многие отрасли погорели, ну, не погорели, очень сильно просели, да, там, те же самые строители, перевозчики и прочее. И подцепной реакцией они за собой потянули те же самые карьеры, то есть поставщиков сырья, и подцепной, вот этой вот подцепной реакцией очень много народу влетело просто. Ну, вот смотрите, Александр, давайте все-таки вернемся к вопросу, который мы сегодня обсуждаем, хотя это все неразрывно связано и страшно интересно мне, например, надеюсь, нашим слушателям тоже. Но мы обсуждаем сегодня исполнение решений суда и взыскания долгов, если более общее назвать эту тему. Напомню нашим слушателям, телефон прямого эфира 65 10 99 и 6, код Москвы 495, также можно написать комментарий на сайте Финам.фм, кстати, вот с сайта такой загадочный комментарий, но я все-таки его прочитаю. Автор комментария Артур звучит он следующим образом. Здравствуйте, насколько близко вы идете с криминалом, то есть не по пути с законодательством РФ. Не совсем поняла, кому этот вопрос, Александр, мне или вам, или в целом программе. Давайте ответим вместе. Давайте ответим вместе, но тем не менее, давайте начну я. Но на самом деле, близко мы с криминалом не идем, естественно, и, соответственно, не являемся им как таковым, но тем не менее, я считаю, что не мы должны идти с законодательством РФ в идеале, да, это такое мнение, а все-таки законодательство РФ должно идти в ногу с потребностями и общества, и каждого человека отдельно, поэтому вот в данной ситуации, возвращаясь к закону об исполнительном производстве, и, кстати, этот вопрос я хотела бы более подробно обсудить в нашей программе, но тем не менее, возвращаясь к закону об исполнительном производстве, существует масса моментов и масса, на мой взгляд, юридических преференций для того, кто должен. Именно поэтому, как вы сегодня, Александр, говорили, есть люди, и вы их прекрасно знаете, некоторых из них, которые замечательно живут, будучи большими должниками, и при этом вот у них жизнь, в общем, профессиональные должники, и ничто им особо не мешает, они при этом не сидят в местах лишения свободы, и, в общем, может быть, и испытывают какие-то ограничения, но не сказать, что прям какие-то безумные, видимо, жизни это не мешает. Деньги перевешивают все-таки эти ограничения. Деньги перевешивают, но это же ужасно, да? Но все-таки, а вот вы что на этот вопрос скажете, Александр, по поводу криминала и законодательства? Скорее, наверное, идут по пути криминала наши должники, потому что они нарушают закон. Мы там закон не нарушаем, мы пользуемся теми методами, которые не запрещены законом. Если наше государство не может нам дать рычаг давления на наших должников, мы должны это делать самостоятельно. Каждый выбирает свой путь сам, то есть пойдет ли он по пути криминала, хотя я не знаю, что Артур именно имеет в виду по поводу криминала. Но тут не пояснено в комментариях. Да, тут не пояснено, да. У нас криминал занимается половиной страны, и слава богу, что как бы, может быть, слава богу, что такое законодательство у нас, что половина страны еще не сидит. Ну разве это хорошо? Может быть, кто-то вместо того, чтобы сесть, это опять мы широко так говорим, да, с вами Александр, немножко уже отвлекаясь. Это наш менталитет, Анастасия, это наш менталитет. У нас люди, которые воспитаны именно по принципу упал мешочек с деньгами, взял его и бочком-бочком отошел в кусты. Вот, это наш менталитет, к сожалению. Нет, но оно дело мешочек с деньгами, да, другое дело, когда мы, ну раз прозвучало такое слово в вопросе именно криминал, конечно, мы не обсуждаем никакие криминальные способы, тем более, но, к сожалению, отрицать наличие криминала в России, мне кажется, было бы просто абсурдно. Да, абсолютно верно. Это и есть, кстати, криминал тоже, а почему с мешочком денег? Это же у нас с уголовным кодексом-то не разрешается, это же есть у нас статьи и растрата, есть статьи мошенничества, когда человек является профессиональным должником, он же подпадает под 159-е. А у нас государственные органы, мы с вами сегодня обсуждали, это Александр зачастую говорит никакая не 159-е, статья, которая называется мошенничество, а это гражданско-правовое отношение. Она, скажем так, одна из самых сложно доказуемых статей. Потому что нужно доказать, что на тот момент, когда человек брал у вас деньги, он уже собирался их присвоить, а не вернуть. Мотив или умысел на момент, да, именно взятия денег. И самое главное, что, на мой взгляд, в чем проблема не возбуждения этой статьи, даже не в том, чтобы доказать мотив, а в том, что вот, к сожалению, у Глебов-Жегловых, да, у нас они, многие вышли на пенсию, они перевелись. В большинстве своих случаев они перевелись. Сейчас реформа их окончательно, конечно, добила. И пришли на смену ребята, которые, в принципе, учить-то некому. Поэтому сложно доказать. То есть еще определенные некомпетентные. Да, сложно доказать, это она стала. Скажем так, ценные указания, да, в любом случае у нас младшие сотрудники работают по ценным указаниям старших сотрудников и так далее, да. Есть определенная, ну, направленность, я не знаю, на мой взгляд. Есть и коррумпированная составляющая, когда, в принципе, у нас было в практике такое, что должник умудрялся возбуждать уголовное дело по статье вымогательства. Был очень громкий процесс в прошлом году по рекламному бизнесу, когда он еще был разрешен, я имею в виду, внешняя реклама, щиты и прочее. Компания, на которую было заведено 20 исполнительных производств, 20, да. Вышла сухой из воды? Пыталась. Она не вышла сухой из воды, она умудрилась возбудить уголовное дело по статье вымогательства. Александр, мы этот вопрос обязательно продолжим обсуждать. Буквально через пару минут сейчас у нас в программе новости и формула права после этого продолжится. Мы продолжаем обсуждать вопрос исполнения судебных решений, взыскания долгов. Напомню, телефон прямого эфира 6510996, код Москвы 495. Вы также можете написать ваши комментарии на сайт Финам.фм. Мы обсуждаем сегодня этот вопрос вместе с Александром Царапкиным, сооснователем компании «Авторитет», компанией, которая одним из основных направлений, которые являются как раз именно взыскание долгов и все, что с этим связано. Александр, вот вы сказали, что был такой прецедент, когда компания, на которой было более 50 исполнительных, если я правильно... 20-ти, 20-ти, извините, исполнительных листов, тем не менее успешно оборонялась при помощи органов внутренних дел. Да, при помощи коррумпированных. Если не секрет, чем закончилось? Закончилось... Если закончилось... Нет, закончилось, мы вернули нашему клиенту деньги, то есть как бы отдали деньги. Но честно вам скажу, что вернули мы вне судебно, да? То есть не с использованием решения суда исполнительного листа и судебных приставов? Нет, да, мы отбились от нападок органов внутренних дел, да, как бы... Они были, нас вызывали, пытались там на нас давить с этой стороны. У нас просто есть специально обученные, скажем так, люди, да, которые туда выезжали. И, в принципе, вопрос это регулирует, потому что, естественно, возбуждение было незаконным. Закончил, слава богу, этой эпопеей деньгами, то есть все нормально, люди расплатились, но ситуация была довольно-таки долгая, то есть... Ну, вообще, вот сейчас, Александр, вы рассказываете, да, при том, что я, в общем, тоже имею достаточно опыт и с точки зрения исполнения судебных решений, но я вот думаю сейчас просто как обычный обыватель. Думаю, какая прелесть. Мало того, что тебе должны, так ты еще находишься в результате в положении защищающегося, не атакующего, того, кто нарушил закон, а защищающегося. А к этому положению на самом деле подталкивает само государство. В прошлом году мы помним с вами заявление нашего главного санитарного врача, который сказал о том, что, ребят, если вас атакуют по поводу долгов, идите, пишите в прокуратуру. Мы с вами это слышим ежедневно и с телевизора, и с радиоприемки, читаем в газетах, о том, что защищаться именно этим способом и нужно, потому что, естественно, должников больше, чем кредиторов. Здесь понятно, доступность кредитов, плюс к этому еще и не очень грамотное ведение бизнеса, оно порождает долги постоянно. И нам с вами сами подсказывают такой путь. Да, идите в прокуратуру, пишите, а на что писать? Нам об этом с вами не подсказывают. Александр, все-таки достаточно, мы уже обсуждали много вопросов о том, что нынешний закон об исполнительных производствах, в том виде, в котором он сейчас существует, он, на мой взгляд, но, как я понимаю, что вы со мной согласились, ставить все-таки в неравноправное положение должника и взыскателя. То есть, тот, кто должен, кто, в принципе, нарушает закон не выполнять какие-то свои обязательства, у него больше возможности продолжать это делать, да, что, на мой взгляд, абсурдно. Не обсуждая технологии, как можно, по закону, затягивать этот момент, и, в общем, Ну, это процесс бесконечный, да. Да, в ряде случаев вообще выйти от ответственности, тем не менее. А вот есть ли у вас какие-то рекомендации все-таки для тех, кому должны, да, вот кому должны, каким образом реализовать это свое право? Ну, предположим, что у нас решение суда на сегодняшний день есть, да, потому что мы понимаем, что решение суда, дело еще нужно выиграть для начала, суду еще нужно доказать, что вам должны, а не вы должны, или что-то еще, то есть наличие этого долга, не обязательно денежного в любой форме, да, пусть там имущество, право собственности, регистрация, и без регистрации ведь не обязательно все является недвижимостью, то есть масса имуществ, которая движимая, вот, но тем не менее, вот предположим, что дело выиграно, да, ведь у нас это не эйфория от победы должна наступить. То есть есть бесспорный долг, скажем так, да, есть бесспорный долг. Теоретически, да, условно. На мой взгляд, я как бы посоветую только одно, что самому не стоит этим заниматься, если вас никогда жизнь с этим не сталкивала. Есть специализированные агентства, опять же, которые как бы этим занимаются. Самое главное, при выборе контрагентов руководствоваться двумя вещами. Первое, это личные как бы беседы с человеком, который будет непосредственно заниматься, не с менеджером компании, а, который, ну, скажем так, близки к этому. И второе, это отсутствие предоплаты, потому что предоплата, это на самом деле поражает... Но у нас две стороны. Если здесь нет предоплаты, значит, там вам должны с той стороны что-то там вперед дать, продать, оказать услуги или еще что-то. Невозможно одновременно, если у нас товарно-денежные какие-то отношения, чтобы не было ни предоплаты, ничего вперед, тогда просто договор не исполнится. Нет, мы с вами говорим немножко о другом. Я уже говорю, когда уже долг сформировался, когда уже есть долг, я говорю именно о решении проблемы. Если говорить, как не попасть в эту ситуацию, очень простой на самом деле совет просто относиться более внимательно к своим контрагентам. То есть вы, Александр, все-таки стоите как человек, непосредственно связанный с процедурами по взысканию долгов, долговыми, да, как бы процедурами, вы все-таки советуете решать проблему задолго до того, как она наступила, да, то есть задолго до того, как возник долг, чтобы она вообще не наступала, потому что решить ее сложно. Ну, не то, чтобы сложно. Скажем так, если обращаться к статистике, да, то на данный момент хорошая статистика вот именно долгового агентства, да, компании, который занимается долгами, хорошая статистика является 30% возвратности. Взысканных долг. Абсолютно верно. Вы знаете, я, кстати, к вопросу о статистике. Сегодня уже на радиофинам.фм обсуждался этот вопрос в программе «Своими словами» с Вадимом Муравьевым. По поводу статистики в средствах массовой информации прочитала сообщение в отношении того, что был совет судей в Москве, и там обсуждались административные правонарушения и штрафы, взысканные судами с нарушителей. И в результате было взыскано по статистике. Почему я сейчас заострила на этом внимание? А ведь это от мелочей к глобальному. Зеркальное отображение. Было взыскано судами порядка 1 миллиарда, сейчас на память говорю цифры, штрафов. А судебные приставы исполнители реально взыскали уже непосредственно в виде денег что-то чуть больше 50 миллионов. Представляете, огромную разницу, да? Соответственно, у нас происходит примерно то же самое с... Она отображает ежедневно нашу, да. И юридическими, и физическими лицами. Но скажите, тем не менее, вот есть человек, у которого уже есть долговой вопрос. Ну, прошло то время, когда необходимо было смотреть договор, выбирать контрагент. Договор. Есть деньги заплаченные, есть долг. Ну, и опять же, предположим, есть решение суда. Предположим, что просто не обсуждает еще вопрос судебного процесса. Предположим, есть решение суда. Это, кстати, все, что мы говорим, относится и к юридическим, и к физическим лицам, за исключением, наверное, вопросов банкротства, да, которые больше все-таки... Ну, это отдельная тема, да. Да, к юридическим относятся, хотя не совсем. Но, тем не менее, вот если человек уже оказался в этой истории, мы поняли, что вы советуете все-таки обращаться к тем людям, которые в этом что-то понимают, да? Самое главное, да. А вот какие-то, ну, может быть, нахально спрошу, но, тем не менее, секреты мастерства, да? Вот что-то, какой-то простой совет. Если человек по тем или иным причинам, может быть, не может обратиться, ну, мало ли что, да, какие-то у него там свои есть мотивы, сам может человек вот это исполнительное производство вести успешно? Что ему нужно делать для этого? Теоретически может. Самое главное, не терять время, потому что время работает против него, да? Мы не говорим с вами сейчас о исковой давности, мы говорим именно о том, что долг – это как молоко. Оно вот, скажем, днем все киснет, киснет. И когда это молоко прокиснет, уже взыскивать будет нечего. То есть, либо компания, как мы с вами до этого говорили, реорганизуется, либо человек уже будет… Александр, вы меня простите, перебью вас, но мне кажется, очень стима напомнить нашим слушателям, что у исполнительного листа, раз мы говорим про исполнительное производство, да, судебное приставы, например, у исполнительного листа есть еще определенный срок, в течение которого он должен быть предъявлен, да? Раз мы заговорили о сроках, не тянуть время, помимо всего прочего, помним, что три года срок на предъявление исполнительного листа. Если человек получил этот исполнительный лист на руки и просто не пошел к приставам, не написал заявление, не только в приставы можно пойти, можно в банк обратиться, допустим. Но это уже к тому органу, где нужно предъявить этот исполнительный лист. Если ты уже пошел по пути юридическому, если уже выигран суд, то лист по-любому нужно предъявлять. И даже несмотря на то, что через полгода получишь его обратно, формулировка невозможность изыскания, предъявлять его нужно постоянно, потому что лист сам по себе сроков не имеет, срок имеет только его предъявление. Ну, то есть нужно предъявить в пределах трех лет лист, потом невозможность изыскания, и сроки, напомню, текут заново, да, у нас с момента возврата исполнительного листа. Ну, то есть сам по себе лист, он по сути своей бессрочный. Ещё три года у нас. Его нужно только предъявлять, да. Ходить к приставам или не ходить к приставам, я имею в виду, когда вы уже предъявили лист, это уже как бы дело каждого. Хочет он там сидеть в очередях, ждать этого пристава, верит ли он этому приставу его... А вы знаете, Александр, ещё вот большая проблема, мы её, кстати, не коснулись, а я вспомнила, у нас буквально несколько минут осталось эфира, но тем не менее вспомнила вопрос, вы сказали про очереди, а я свой опыт в одном из отделов судебных приставов Москвы, не буду его сейчас называть, может быть, там что-то изменилось, но тем не менее я там оказалась самостоятельно, и по большому счёту случайно, потому что у меня было в производстве, но я проезжала рядом, думаю, есть документы, пойду зайду, приёмное время. И я оказалась на первом этаже в очереди, торчащей из двери, а приставы на пятом этаже находятся. Это была 40-градусная жара тогда в Москве, и, собственно говоря, вот эти люди, кто-то с детьми, кто-то, ну, и инвалиды в том числе, разные абсолютно люди, и представители, но тем не менее абсолютно там боем не пускали тех, кто шёл мимо, их просто не пускали, и вот это вот накалённое, безумное, и в качестве температуры по Цельсию, и в качестве моральной, или какой-то психологической, да, вот такого момента, вот эти люди пытались попасть к приставам, которые должны реализовать его уже защищённое судом право. Для меня, я тогда отстояла эту очередь, честно говоря, сфотографировала эту очередь, выкладывала где-то в интернет, я даже не знаю, изменилось что-то или нет, но тем не менее, ведь это тоже большая проблема, помимо того, что приставов, видимо, не хватает, там, зарплаты, может, тоже не хватает, не знаю. Большая текучка приставов, плохая зарплата, она порождает вот именно то, что люди не могут попасть к ним. Есть два приёмных дня, по которым необходимо попасть к приставу. Пристав либо болеет, либо в отпуске, либо он на совещании. То есть люди уже доведены до такого состояния, действительно, что они в этих очернях готовы, там, жить, спать и так далее. И самое, что интересное, что свою, как бы, ложку дёгтя ещё добавляет то, что когда человек попадает всё-таки к своему приставу на приём, ничего утешительного в большинстве случаев он от него не услышит. Если мы говорим именно о долгах малых предпринимателей или среднего бизнеса, мы не говорим сейчас о крупных долгах. Александр, всё-таки, так как у нас время немножко, но неумолимо подходит наша программа к окончанию, мне хотелось бы некое резюме, потому что, ну, в общем, эта проблема действительно известна всем. Проблема достаточно серьёзная тем, кто так или иначе сталкивался с долгами, начиная от долговых расписок друзей и знакомых родственников, заканчивая крупным бизнесом и мелким и средним любого рода коммерческих вопросов. Долги есть были и будут, и их надо как-то реализовывать, не только путём обращения в суд. Я хотела маленькое резюме сделать для наших слушателей. Всё-таки, то, о чём вы сейчас говорили, во-первых, совет нашего гостя Александра Царапкина обращается к профессионалам, каждый должен заниматься своим делом, в том числе взыскание долгов. Это повышает ваши возможности и надежду на то, что долг будет взыскан. Второй момент, если вы самостоятельно занимаетесь этим, это я уже от себя говорю, во-первых, не пропускайте ни в коем случае ни сроки обращения в суд, существует цисковая давность, ни сроки предъявления исполнительного листа, по общему правилу это три года. Соответственно, во-первых, главное не пропустить этот срок. И, ну, честно говоря, всем и клиентам, и нашим радиослушателям хочу сказать, что, конечно, если вы решили этим вопросом заниматься самостоятельно, вам придётся и отстоять очередь при её наличии в службе в судебных приставах, и стоять, как я уже выражалась сегодня в программе, над душой у пристава для того, чтобы что-то происходило. Но, тем не менее, процедура эта нелёгкая, достаточно сложная, а, на мой взгляд, объективная и глобально требующая изменения, не просто в нашем подходе, но требующая изменения ещё и в законодательстве, всё, что связано с исполнительным производством, для того, чтобы у людей была вера в суд и вера в то, что решение суда можно исполнить, а права свои реально защитить. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в прямом эфире была программа «Формула права». Комментарии по поводу нашей программы вы можете написать на сайт программы «Финам.ФМ». Мы обсуждали программу с исполнением судебных решений, а также взысканием долгов. У нас сегодня гостем программы в студии был Александр Царапкинс, у основателя компании «Авторитет». И напомню, что наша программа выходит каждый четверг в прямом эфире в 11.00. Слушайте нас, слушайте «Радио Финам.ФМ». До свидания. До свидания.